Уругвайская актриса и певица Наталья Арейра получила российский паспорт в посольстве России в аргентинском городе Буэнос-Айрес, где она живет. Паспорта Арейра ее сыну вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он поздравил ее с получением российского гражданства и подарил Конституцию России. По данным агентства, актриса приняла присягу на русском, а затем на испанском языке. Большое спасибо. Я вас всех очень люблю в России, сказала она позже по-русски. Летом 2020 года Арейра рассказала о том, что в посольстве России в Аргентине ей предложили получить российский паспорт, так как она имеет много связей с Россией. Тогда она отметила, что подала заявку на получение гражданства. Актриса напомнила, что это произошло после ее шутки на программе «Вечерний Ургант» в марте 2019 года. Ведущий назвал ее самой русской из иностранок, Арейра сказала, что президенту России Владимиру Путину следует дать ей гражданство. Через некоторое время Арейра заявила, что хочет получить гражданство в качестве признательности за любовь россиян к ней. При этом она подчеркнула, что не собирается жить в России и останется в Аргентине. Путин подписал указ о выдаче гражданства Наталии Арейра и ее сыну Мерлину Атау Альпимолье Арейра. Она записала видеообращение, где поблагодарила россиян, и рассказала о более чем двадцатилетней любви. Арейра стала популярна в России после роли в аргентинском телесериале «Дикий ангел», который вышел на экраны в 1999 году. Также россияне знают ее по саундтреку к этому сериалу «Камбиодола». Актриса также имеет гражданство Испании. Наталия Арейра хотела бы сыграть в кино роль, воплощающую образ простой сильной русской женщины. Об этом она рассказала после получения российского паспорта. «Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была какой-то известной личностью, а сыграть труженицу», — сказала она. Она рассказала, что много ездила по России и была впечатлена силой воли русских женщин. «Меня поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей. Они были очень сильными. Мне сказали, что они привыкли к такой работе», — поделилась Арейра. Она также рассказала, что любит русский балет, кинематограф и литературу и хотела бы сыграть в фильме, основанном на Мастере и Маргарите. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий. Субтитры создавал DimaTorzok